кто спрашивал где звезда вот звезда сидит на окне его я девочка что такое что ты там увидела вот она звезда сидит на подоконнике нюхает цветы доброе утро мои дорогие всех приветствую всем рада звезду видели до сниматься она не хочет отмена носу тут непонятно свечу так падает а точно свет падает а сейчас он лежит на кровати облизывается все погода у нас шикарная но обещают выходные жарко у нас так 27 градусов 25 прекрасно дождей нету все хорошо как у вас погоды ну что вчера быкова вышла в стрим и выпустил статью что сказать могу только одно сказать она затрахала жени б то есть вся информация о бывшем идет уже по какому кругу я даже не знаю всю эту эпопею мы слышали год назад полгода назад полтора года назад все одно и то же теперь еще она стала это в статьях выкладывать до что жила на на стройке но извини ты себе выбрала мужа муж тебе выбрал дом живи но есть надо себя обелить а женю то затоптать грязь я не знаю как он все это терпит для чего ему это все надо и стрим та же самая тема но ничего не меняется донатит и мало поэтому ее хватает только на час в конце стрима начинает зевать вчера была в шикарном настроении вчера была очень агрессивная от того что хорошее настроение ее прет я не знаю что случилось но агрессия шла прям полным ходом и всех баню и даже там в своем чате она почищала только бы кого ни хрена не поняла про какую екатерину есть как женщина написала вот она не поняла о чем речь о том что ты женщину назвала екатериной который к тебе подошла и об этом зина диванчик показала какая екатерина а она уже какую-то вообще не в турке дебреб но я знаю что это специально чтобы запутать своих подписчиков да ну посмотрим что будет дальше сегодня обещала нам шикарные ролики даже ничего пока там когда она поедет не знаю так сказали что же не уволилась уже наработалась до всего сказали что она рассчиталась уже не работает потому что но как работать я кино снимать надо но не без этого хотела я поговорить о якоре я думаю там вы помните бы кого выстрела в telegram фотографию порезла девочек стоматологу а ты ребенка показывай маленьких детей показываешь стоматологу якова матрону настю самых маленьких но вероника еще рано у нее еще только зубы лезут почему я кого такие дырки в коренных зубах ребенку три года я думаю за три года на стоматолога ни разу не было я прекрасно понимаю бы кого идет по меньшему сопротивлению она знает что зубы будут меняться где гарантия что те зубы тоже сохраняться когда рядом будет какой-нибудь один еще не сменившийся вот будут начнут у него в пять лет меняться резцы а коренные все гнилые где гарантия что это не перескачет вы кого ничего не понимает поэтому девушка не хулигань поэтому что я хочу сказать ну что зачем-то залезла поэтому что я хочу детей надо каждый год показывать стоматологу даже с молочными зубами когда лёшка с ним игрался и яков открыл рот я конечно была в шоке там такие ой да куда ты полезла моя ты красота чё тебе надо залезла под одеяло орет поэтому здоровьем детей она не занимается совсем пока и по макушке что-то не врежет пока что-то серьезное не случится она не не обратит внимание а то что детям надо санировать вовремя рот что это источник инфекции она даже не думает что еще хотел сказать прилетело мне сообщение нет ни грубо не оскорбительно совершенно нормально и прям вот нормально верить не верить дело каждого так же как и моё я конечно же в сомнении тема шла а не на володиной то есть о матери быковой оказывается у быковой психически больная была одна тетка то есть сестра ее матери которая находилась на лечении и лежала дурки и вот это семейство володинах то есть родителей в дедушек бабушек о которых ольга очень хорошо называется что они жили долго и умерли в один день только почему-то мама потом ухаживал за дедушкой когда умерла бабушка даже ольга сама рассказывал что они там жили но не об этом речь не написали что они были не рукопожатыми но что такое не рукопожатые люди вы прекрасно понимаете это люди которых в определенном населенном пункте где они живут просто не уважают этим людям руку не протягивает в чем причина я не знаю что за проклятие на их не семьи я тоже не знаю ну вот такая информация прилетела да ну что еще хотел рассказать но вчерашний стрим ржом как лошадь слава богу не ели слава богу одеты были даже фартуки прилетела с кухни есть готовила дети какое счастье дальше что тема ни о чем но она как бы не то что пересказывает а рассказывает предисловие так она приехала в этот дом то же самое что у нее написано в статье как дженни быков купил его за миллиона у них был миллион двести как она 2 как он 200 тысяч потратил что он себе купил компьютер приставку играл пиво пил три месяца жил свое удовольствие пока оля там московской области у мама была ничего не делал как всегда ночью девочки мальчики мы это уже слышали ей уже рассказывать нечем вот женя бы это будет ее тема на все времена то про детей мы рассказать ничего не можем да вот спроси меня про первого ребенка которому же в этом году 43 года я скажу когда у нее вылез первый зуб я скажу когда она пошла я скажу все перевертыши словах которые она говорила но дети иногда говорят смешно какие были хохмы с ней с маленькой я все расскажу то что запоминается надолго а очень долго также про сына поскольку сел во сколько пошел как он говорил чего начебучивал какие у нас были приключения какие у нас были травмы ночью все могу рассказать а это не об одном хорошо ты не можешь рассказать про последних семьях ну потому что их каждый год рожала запомнить тяжело ну а первых трех у тебя целых четыре года было в пустыне чтоб все запомнить ну то есть и ты жила ты была молодая девчонка память замечательная ты же сказал что все записывала где твои дневники про твоих детей ведь быкова рассказывала что она записывала все что у нее она вела дневники где они про детей вообще ничего не рассказал ну хоть бы про одного например про федора во сколько сел во сколько пошел когда первое слово сказал когда зуб вылез но какие смешные истории с ним связаны на почему бы нет почему бы нет но не будет рассказывать на не будет потому что она этого не помнит потому что ей это не надо и интереснее когда она поливает грязи при том что ее подписоты пишет не судите да не судим и будете а мы не судим мы несут мы несут даже несут который на земле и несут который на небе мы ее не судим мы говорим факты про ее жизни но может быть не совсем факты но с нашей точки зрения что видим то и говорим а быкова она уже засудила всех да и бедный и и быков я конечно вы не жалею козел еще тот но она его замесила по полной я все думаю чем же он так перед ней провинился что он даже боится открыть рта нет хотя на последнем стриме который он удалил он сказал что у нее с головой беда что она может быть и агрессивный что она под влиянием группировки он все это сказал о чем мы говорили все это сказал только он не пойдет говорить об этом полицию или еще где-то ей он не будет говорить потому что знаешь она ему не даст детей а я все думаю они ему очень нужны дети или он ждет когда она провалит провалится вообще ниже дна когда у нее заберут детей и он будет полноправым отцом он ждет этого я вот вот уверена что он будет хозяин в доме он будет жить с детьми на пособие когда он может выгнать первую тройку они уже выросли и жить со своими детьми в этом доме я думаю он об этом мечтает ну как бог даст да а терпеть он ее будет долго я только не знаю чем он перед ней виноват но все мои дорогие в общем смотреть у нее нечего темы одни и те же быков быков дом дом дети роды все одно и то же а про детей толком нить она только про роды рассказывает а как дети росли и воспитывались ни слова все на этом прощаюсь всем пока пока до встречи поэтому ждем новостей со всех властей